Доброе утро! Сейчас 4 марта 2023 года. Орлы снова собираются вместе. Вот письмо от брата Джозефа Бранхама, пастора Скини Бранхама в Джефферсон-Вилле, стад Индиана. Мои дорогие дети, вы являетесь атрибутом меня, вашего Небесного Отца. Вы были во мне с самого начала. Сейчас ты этого не помнишь, но ты был там, со мной. Я так жаждал узнать вас, потому что хотел связаться с вами, поговорить с вами, любить вас и пожать ваши руки. Как мое дитя, ты являешься частью меня, воплотившись во плоти, как и я был воплощен во плоти. Чтобы мы могли иметь общение друг с другом, как Божья семья на земле. Это было моей целью. И тем, чего я хотел с самого начала. Я создал для вас Эдемский сад, чтобы мы могли общаться. Но мой враг крался туда с обманом и захватил этот мир, неправильно истолковав мою программу для вас. Это коварный час, в который ты живешь. Но это и самое славное время из всех веков. Потому что сейчас ты снова стоишь перед великим тысячелетием. Ты снова стоишь перед Эдемом. Мой дух, это не то, чему тебя учат. Это то, что я предопределил своим предвидением к тебе, своей могущественной рукой. Сейчас мой последний призыв раздается, чтобы поймать мою невесту. Выйди из среды их, отделись. Сегодня они не пытаются утвердить мое слово в сердцах народов. Они пытаются утвердить себя. В церкви пытаются утвердить доктрину церкви в сердце человека. Каждый человек говорит, я сделал это. Я, я, мое, моя деноминация, я, это. Они устанавливают себя, а не мое слово, которое изречено через моего пророка. Тебе не обязательно понимать все, то я говорю. Ты просто должен верить, потому что я так сказал. И это решает все навсегда. Мой Святой Дух действует в тебе. Это жизнь в тебе, не эмоция, не какое-то плотское свидетельство, но это личность, я, Иисус Христос, Слово Божие, утвержденное в твоем сердце. И оно ускоряет всякое слово века сего. Это мой Святой Дух, действующий в тебе в соответствии со Словом. Моя первая невеста потерпела неудачу, послушав рассуждения сатаны. Но я искупил тебя собой, который есть Слово, ставшее плотью. Ты не подведешь меня. Ты моя девственная невеста, Слово, которое не будет слушать рассуждения сатаны. Ты останешься моим Словом. После того, как закончится тысячелетие, тогда снова будет установлен Эдем. Мое великое царство будет взято обратно. Я боролся с сатаной в Гессисиманском саду и отвоевал свой Эдем. Теперь я ушел, чтобы подготовить твой новый Эдем на небесах. Я вернусь за вами очень скоро. Поэтому пусть ваши сердца не тревожатся. Море больше не будет. Потому что первое небо и первая земля исчезнут, я обновлю ее огненным крещением, которое убьет всякий микроб, всякую болезнь, всякое недомогание и всякую скверну, которая когда-либо была на земле. Она вспыхнет и наступит новая земля. Это первое небо и первая земля исчезнут. Там будет новый Иерусалим, сходящий от меня с небес. Там я буду с вами, моими истинными атрибутами, моими сыновьями и дочерьми. Мы будем общаться в святости, с вашими глазами, ослепленными для любого греха. Я снова пришел к вам, как и обещал вам. Я сохранил свое слово к вам. Я записал свое слово на магнитную пленку, чтобы не было никаких недоразумений, никаких вопросов. Только мое чистое слово для вас. Ибо так говорит Господь. Храните свою совесть чистой. Храните свои сердца завесой. Держите свои глаза закрытыми от вещей мира, чтобы стать кем-то большим. Никогда не забывай, что в один из этих дней я поверну на запад и вернусь обратно. А до тех пор возьми мое имя с тобой. Оно даст тебе радость и утешение. Бери его с собой, куда бы ты ни пошел, нажимая кнопку play. Ни еди на компромисс, ни по одному слову. Мое слово на пленке не нуждается в интерпретации. Ты часть меня, мой атрибут. Этот мир сатанинский Эдем. Но я создал для тебя новый Эдем, где мы проведем вечность вместе. До тех пор объединяйся вокруг моего слова. Любите друг друга. Приходи объединиться с ними в табернакле Бранхама в это воскресенье в 12.00 по времени Джефферсон Вилля и услышь, как я говорю через моего избранного пророка. Я открываю мое слово как ты слышишь проповедь. Эдем сатаны от его имени брат Джозеф Бранхам. Писание для чтения перед прослушиванием. Второе послание к Тимофею 3 глава 1 по 9 стих. Откровение 3 глава 14 стих. Второе послание к Фессалоникийцам 2 глава 1 по 4 стих. Пророк Исаия 14 глава 12 по 14 стих. Евангелие от Матфея 24 глава 24 стих. На этом письмо брата Джозефа Бранхама заканчивается. Бог благословит тебя и Салом! Салом! Салом!